Сегодня мы обсудим тему стрессовое недержание мочи. И с нами гинеколог, которая поделится методами решения этой проблемы и почему данная проблема вообще возникает. Добрый день, Светлана! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, как часто к вам обращаются женщины с проблемой стрессового недержания мочи? На сегодняшний день эта проблема достаточно актуальная. Очень часто женщины обращаются именно после родов, которые уже прошли естественные физиологические роды и после этого физиологически осуществляется слабость тазового дна и поэтому получается стрессовое недержание мочи. Что такое стрессовое недержание мочи? Это когда женщина занимается физкультурой, либо чихает, либо кашляет и у нее непроизвольно выделяется порция мочи, которая приносит достаточно большой дискомфорт в жизни женщины. А скажите, вот если происходит выделение мочи, это в большом количестве или в маленьком? Нет, это небольшое количество мочи, достаточно ежедневной прокладки, но все же, женщина, дискомфорт это очень большой, так как это может быть и запахи, и дискомфорт самой женщины в поведении, в обществе. А что может усугублять эту проблему? Чаще всего это физиологическая слабость тазового дна, либо же роды, физиологические роды через естественные... Если, к примеру, рассмотрим ситуацию, что мышцы малого таза, они потеряли свой тонус после родов, и потеряли тонус все мышцы, или это за счет давления органов происходит? Какая физиология этого процесса, чтобы лучше понимать, как это можно исправить? Когда есть, уже существует проблема слабости мышечного дна, дна малого таза, то на этот момент уже происходит, естественно, и давление органов, которые находятся рядышком. Органы давят на мочевой пузырь? Наоборот, мочевой пузырь давит на стенку влагалища, и поэтому происходит опущение стенки влагалища, и происходит такая вот ситуация, как стрессовое недержание мочи. Либо же это физиологическое положение уретры самой женщины. Бывает, когда физиологически уретры имеет изгиб. Если же этого изгиба нет, и оно более снаружи, тогда может быть такая проблема существовать. А это можно как-то увидеть на УЗИ, или это как диагностировать? Именно жалобы женщины. Женщина приходит, уже с существующей такой вот проблемой. Изгиб уретры. И когда мы ее производим, осмотр гинекологический, то это визуально видно, что зияет уретра. Если уретра зияет, то там есть, во-первых, это хронические воспаления, во-вторых, это проблема недержания мочи. То есть возникает проблема не только, по сути, которая вопрос комфорта, недержания мочи, но еще и какие-то воспалительные процессы. Естественно, конечно. Это вторая проблема недержания мочи. Это хронический цистит. С ней надо бороться. Но я хочу сказать, что у меня есть очень много знакомых, с которыми мы можем обсуждать такие деликатные темы, поскольку они спрашивают мои советы, как у врача, хотя я не гинеколог, и это не моя специфика. Но жалуюсь на частые хронические циститы. Частые циститы, и что присутствует при этом такая проблема, как выделение... Частые хронические циститы, это может быть первым шагом перед недержанием мочи. То есть это физиология уже, это именно когда уретра более зияет, и во время полового контакта она... Зияет, это означает, что она больше расширена. Да, больше расширена и больше не прикрывается половыми губами, малыми половыми губами. И в такой ситуации очень часто циститы именно на фоне после полового контакта. То есть это идёт раздражение уретры, естественно, попадает какая-то условно-патогенная флора, которая в итоге перерастает в хронический цистит. Правильно я понимаю, что анатомическое положение уретры, то, что не закрывает, не прикрывается половыми губами и более расширено, возможно, даже генетически, и половой акт приводит к циститу, а цистит в дальнейшем может приводить к недержанию мочи. Это, я бы сказала, больше как первый шаг перед стрессовым недержанием мочи, да. Почему так? Потому что это хронический цистит. Он не перерастает в недержание мочи, просто это тот маленький шаг к проблеме физиологической женщины. Тогда сразу такой вопрос. Если такая проблема у женщины существует, каким образом мы можем это исправить? Задача каждого врача – это именно выяснить причину, почему так происходит. Если это физиологические причины, вот ее такая вот структура, так она сложена, анатомия, такая женщина. Какая неудачная анатомия. Да, но у нее все хорошо с тазовым дном, то есть с мышцами влагалища, с слизистой влагалищей, то в такой ситуации нам помогут просто филеры. Элементарно филеры, закрывается щель уретры, и все очень легко лечится. То есть это просто укол, который генетически прикрывает. Сузит немножко уретру, выход из уретры, и таким образом женщина может одним уколом, без никаких хирургических вмешательств избавиться… Если, конечно же, там ничего хуже нету, а какие могут быть более тяжелые ситуации? Если причина уже идет в слабости влагалища, в слабости стенок влагалища и в опущении верхней стенки влагалища, в таком случае уже более надо подходить более конкретно к этой проблеме. То есть если это первая степень, совсем небольшая степень опущения влагалища, то в этом случае может помочь либо лазерное омоложение влагалища, либо нитями филеры тоже будут актуальны. А также очень чудесный способ – это липофилинг. То есть с помощью собственного жира сделать уплотнение оболочек влагалища? Да, и с помощью собственного жира либо филинга можно даже вот первую степень, ту степень, когда еще нету опущения стенок влагалища, но уже есть проблема стрессового недержания мочи, то есть заменить филеры на плазму. На жир, и это будет просто длительный, шикарнейший эффект. Плюс еще и регенерация слизистая происходит за счет того, что жир все-таки обладает очень хорошими регенеративными свойствами, и он восстанавливает продукцию слизи, увлажнения, борется с такой проблемой, как сухость влагалища. Это естественный иммунитет женщины, так скажем. Мы повышаем иммунную систему и восстанавливаем железы, которые работают, которые во влагалище у женщины в каждой есть, восстанавливаем функцию, и таким образом сухость влагалища так действительно хорошо уходит. Это момент действительно просто потрясающий, поскольку липофилинг обычно мы делаем совместно, и пластический хирург может во время липосакции забрать жирок, передать к гинекологу, и гинеколог спускается ниже и восстанавливает полностью стенки влагалища, а это повышает и иммунитет влагалища, и улучшает продукцию железами секрета естественного, и пропадает сухость, и легкая степень недержания стрессового, мочи, и еще и уменьшает просвет влагалища, из большого делает маленькое, и мы получаем еще и момент... Таким образом мы решаем проблему, кучу проблем женщин, которые могут приводить к ее нарушению функции образа жизни. И самый сложный теперь вопрос, это когда тяжелейшее опущение стенок влагалища, когда это недержание требует прям серьезного вмешательства. Как мы можем помочь женщине? Ну, если уже существует проблема опущения влагалища второго и третьей степени, то здесь поможет только хирургическое вмешательство и только пластика влагалища. То есть мы можем делать пластику верхнюю, можем делать пластику нижнюю, нижней стенки влагалища. Если же это приводит к причине недержания мочи, то это верхняя пластика влагалища. Таким образом, да, мы убираем заем ткани верхней стенки влагалища и вот лишний заем ткани, подтягиваем мочевой пузырь выше, на этаж выше, и уретра уходит глубже, уже не зияет. Да, ну, кстати, очень логично, что если взять, подтянуть, по сути, потолок, потолок вытолкнуть наверх, вот эта вот емкость, которая берет, постоянно протечки дает, поскольку сократилась трубка, по которой вытекает, подтолкнуть наверх, трубка натянется, станет более узкой. Мы восстановим физиологию вот этого вот изгиба, когда мочевой пузырь больше подтягивается вверх, и нету самопроизвольной течи. У нас при этом было много пациентов, которым мы выполняли одновременно и эстетические операции, и полноценную хирургию внутри влагалища, для того, чтобы подтянуть стенки влагалища, и, как показывает практика, что женщины проходят реабилитацию очень быстро, и самое главное, что получают хорошее качество жизни в итоге, не только из-за того, что избавляются от стрессового недержания, но и снова же за счет того, что это все становится более физиологично, естественно, и эластичность повышается, тонус повышается. Это все признаки молодости. Спасибо вам большое за ваш комментарий по поводу стрессового недержания мочи. Спасибо вам за вопросы. Мы ждем от наших зрителей больше вопросов. Что вас интересует, пишите, будем снимать следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok